Добрый день, уважаемый, лейтенант полиции, Черочук вас беспокоит. Госномер, предусмотрен у вас конструкция или нет? Вы скажите мне, вы сотрудник полиции. Я сотрудник полиции. Так, вы мне и скажите, предусмотрен? Конструкция автомобиля по закону Украины, если автомобиль прошелся... Давайте удостоверение, начнем с него, а потом я посмотрю, чтобы вы точно был сотрудник полиции. Уважаемо. Вы пока подумайте. Черботик Андрей Владимирович. Андрей Владимирович. Слушаю вас. Давайте сделаем так, чтобы мы не рассуждали, я вам дам документы, а вы составите постановление, и мы потом узнаем, предусмотрено или не предусмотрено. Потому что я не знаю. Машина на государственной регистрации, документы есть, страховка есть. Ничего не нарушал, по моему мнению. Если у вас есть другая информация, вы составляете постановление. Я же увидел, что госномер у вас непосредственно сзади уже подписывается, что же хорошо. Передний госномер... Нет, значит хорошо. У нас есть право должного движения. Это же не то же хорошо или нехорошо. Все верно. Все верно. Поэтому, если вы считаете, что это нарушение, я не хочу спорить, хочу просто получить постановление. Я хотел непосредственно вас опросить, спросить. Что меня опросить? Я обычный водитель. Я не верю, верю, что вы обычный водитель. Это вообще не моя машина, я сел и поехал. Если на ней должны быть номера, а их нету, значит составляйте постановление. И некуда их прилепить у вас, да? Нет. Это же не вопрос, есть куда или некуда. Есть закон, он регламентирует. Если надо лепить, это по закону, значит надо лепить. Лепить не нужно. А их нужно подставить и установить вовторян. Если у вас это не предусмотрено, впереди... Откуда я знаю? Смотрите, я эту машину не разрабатываю. Я понятия не имею. Это вообще не моя машина. Мне дали, я на ней приехал. Я понятия, я не знаю. Надо, не надо. Ведем и посмотрим. Может надо, может не надо. Что скажешь? Скажу, что здесь даже его некуда установить. Ну и как в таких случаях надо делать? Вопрос спорный. Не, ну давайте поспорим. Это нарушение или нет? Вопрос спорный. Я вам не могу однозначно ответить. Если автомобиль стоит на государственном учете, значит сертификацию он прошел, значит с ним все в порядке. А если, допустим, он прошел, номер был приклеен, а потом его просто сняли или что-то? Ну, вообще, шановные войны, кстати, в плане приклеим. Ну, блин. А вон, мне некуда даже его приклеить, как вы говорите, к сожалению. Так что, это нарушение или нет? Если автомобиль прошел, не прошел сертификацию, нет. Нет, так они все прошли сертификацию. Я вижу, что он на государственном учете уже стоит. Нет, понятно. Поэтому это уже хорошо. Нет, речь в чем? В чем вопрос заключается? Вопрос в чем заключается? Вопрос о регистрации транспортного средства присутствует? У меня оно присутствует, конечно. В номер этот указан транспортного средства? Я его даже не смотрел, не сверял. Автомобиль не может. Можно будет, если мы придем с вами к выводу, что это нарушение. Тогда на основании этого вы сможете проверить. Сейчас какое основание? Мы же можем по статье 35 пункта 5, как опрос водителя провести. Вы меня остановили в рамках какого нарушения? В статье 35 пункта 5, опрос водителя. Что случилось с вашим господом? Нет, опрос, давайте так. Опрос о какой теме? То есть 35 статья подразумевает то, что вы можете остановить водителя для того, чтобы опросить, стал ли он свидетелем какого-либо ДТП, либо еще. Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о возможном административном правонарушении, а именно... Вы ошибаетесь. 35 статья не дает вам права опрашивать меня вообще по любому вопросу. Там четко указано, о чем вы должны... Водитель или пассажир стал свидетелем. Могут быть или стали свидетелем административного или криминального правонарушения. Теперь, вот, отлично. Теперь в рамках какого административного, либо криминального вы меня опрашиваете? О чем речь? Речь идет непосредственно... Это административное нарушение? Это административное нарушение. Тогда мы просто составляем постановление. Значит, это нарушение. Нет, мы сейчас должны прийти с вами к выводу. Отсутствие переднего номера на новом автомобиле – это нарушение? Если да, тогда нечего опрашивать, тогда надо составлять постановление. Госномер же, я же не знаю, я не могу непосредственно по всем маркам и по всем транспортным средствам знать. Допустим, если мы берем митубийцы, у них с левой стороны госномер расположен, с правой стороны, если стоит инспектор, там можно увидеть. К логике событий. Это нарушение? Если это нарушение, значит, вы просто составляете постановление. Если вы не знаете, нарушение это или не нарушение, тогда вы не можете говорить о том, чтобы я дал вам показания на основании административного нарушения. Это нарушение или нет? Я вас услышал. Хочу понять. Если нарушение, я даю документы. Я же хочу дойти до того, чтобы госномер у вас был или не был. Отсутствовал госномер или отсутствовал госномер? Когда я сегодня садился на автомобиль… Госномер отсутствовал? Вот машина была в том виде, в котором я сейчас еду. Абсолютно Но опять же, это не период в том, что хозяин этого автомобиля Либо предыдущий водитель не снял Тогда давайте вернемся к моему основному вопросу Чтобы не тратить время Да, есть нарушение или нет нарушения Если оно есть, вы говорите, да, я вам даю документы Я настаиваю, чтобы вы составили постановление Если его нет, документы вы не увидите И 35-я статья здесь не работает Не работает в данном случае Потому что вы правильно сказали В рамках криминального либо административного нарушения Так есть административное нарушение или нет? Я же хотел это непосредственно опросить вас Да я не могу знать, вы полицейский, вы полицейский, не я Я вас услышал Я обычный водитель Я услышал ваши доводы В том плане, что когда вы садились за руль, уже не было бы с номером Может, ну, я не обратил внимания Так это нарушение или нет? Там, насколько я вижу, не было не предусмотрено никакого... Но у нас же по законодательству должно быть два номера в любом случае Независимо от того, предусмотрена конструкция, не предусмотрена У нас же если автомобиль стоит уже непосредственно... Привожу вам пример Чудаки, которые этот автомобиль купили, допустим Они его на сертификацию привезли с двумя номерами Взяли, просто прикрепили номер временно на скотч На двухсторонний Машина прошла сертификацию... Перечислить невозможно будет Теперь возвращаемся к закону По закону у нас должно быть два номера? Ну, если вы говорите на скотч, то, увы, я думаю, сертификация нам не прошло Почему? Хорошо, я вам тогда расскажу, надо ли вам рассказывать, как проходит сертификация у нас в стране? Если честно, я догадываюсь, как она может проходить Тогда отталкиваемся от закона От закона отталкиваемся Автомобиль куплен официально в Украине Это не американский автомобиль, это европейский Он предусмотрен для европейских дорог Ну, забегая вперед Это можно... Я не знал, где он куплен Европейский, он американский отличается Вы потом, когда послушаете в полиции, начнете отличать Суть не в этом Суть в том, что есть законодательство четкое в Украине Оно регламентирует на всех автомобилях, которые находятся на территории Украины Имеет два государственных номера Один спереди, один сзади Независимо от того Прошел автомобильный сертификацию, не прошел Номера должны быть Все, точка Если это автомобиль, допустим, на иностранной регистрации Могут быть нюансы, допустим, опять же, там с Америки Могут быть нюансы, в каком-то штате есть, в каком-то нету Но опять же, если они въезжают на территорию Евросоюза вообще Где предусмотрено два номера, они обязаны их вешать Вы должны это знать, вы должны это понимать И вы должны правильно это с точки зрения Я хочу, чтобы вы, ну, после того, как я уеду Ознакомились вот с этой нормативной базой И четко понимали, и четко знали Это ДСТО, не кажется, наше ДСТО, абсолютно верно Почитайте внимательно Значит, где-то не дочитал Почитайте внимательно И опять же, в админпрактике проконсультируйтесь Чтобы вы, ребята, точно четко понимали Важно понимать Что есть нарушение И по какой статье надо наказывать 35-я статья в данном случае Это не та история вообще Все могли меня остановить на основании того, что у меня отсутствует Передний номер, это есть право нарушения дружного движения На этом основании вы имеете полное право проверить документы Составить постановление и все И моя задача уже, если я согласен Идти в суд и оспаривать, и объяснять Почему на автомобиле нету второго номера Почему он не установлен И переносить документы, что данная модель Не предусматривает Это уже моя задача заниматься в суде Вы же четко должны отстаивать норму закона И правил стандартизации С вами согласен Отлично Вот я с вами согласен Молоды ваши убедительные Спасибо большое за удивленное время Тогда я поеду, а вы почитайте, хорошо? Счастливо, ребята Да, удачи Всего доброго Давайте Субтитры сделал DimaTorzok